Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Ну а сегодня я хочу представить вам интересную, возможно, на мой взгляд, будущую игру про динозавров под названием Primal Horizon. Что в переводе гласит как первобытный горизонт. Что из себя будет представлять эта игра? Ну, собственно, это будет очередной выживач. Как говорят разработчики этой игры про древних животных. Ну, вы поняли, динозавры. Пока что эта игра находится в закрытой разработке, и информации не столь много, но если интересно, короче, слушай на будущее. Разработка данной игры началась не так уж давно. Команда разработчиков, примерно из 6-8 человек, представляют свой новый продукт как многопользовательский онлайн-выживач в мире, где царят динозавры. Команда разработчиков, насколько известно, вдохновлена такими играми, как The Isle, но самое, что трепещит их сердца, это по большей части Path of Titans. Игрушка однозначно выйдет в Steam, как они заявили, она точно будет на ПК, про остальные консоли пока ничего не известно. Пока слушаете мой голос, можете понять, что будет примерно представлять из себя игра, глядя на фон видео. Идем дальше. Что по движку? Ну, скорее всего, это будет Unreal Engine 5 какой-нибудь. Что отмечают сами разработчики? Свой проект в будущем особенным. Так это то, что в нем будет механика или физика, как правильно сказать, короче, существа будут перешагивать или ходить по барьерам, типа камни, бревна. Сразу будет введена система гнездования, погодные условия и плюс ко всему с раннего этапа выхода игры будут введены старейшины. Они их так и называют. Но, возможно, есть отличия от той же Ислы немного. Хотя, мне кажется, много что взято именно оттуда. Короче, вы начнете с Джуа, а затем, если выживете за все время игры, то ваш динозавр будет стареть. Вы будете прекрасным старичком, но стата вашего динозавра будет уменьшаться до последнего этапа жизни. С одной стороны, прикольно сделано. С другой, ну, не знаю. Конечно, интересно прожить весь жизненный путь динозавра. Да, и, кстати, вроде как в той же Ислы по истечению времени вам здесь не будут начислены какие-то бафы. Вы не сможете получить перки для будущего и не сможете переродиться. Все это будет идти долго, но верно к смерти динозавра. Если прожили свой путь, весь успешно. Но это пока так говорят. У разработчиков есть свой дискорд. Есть своя дорожная карта. Кому интересно, вдруг оставлю все в описании. Что по динозаврам. Короче, вот ростер отчасти интересен. И тут вроде даже будет большинство тех динозавров, которых даже нет в более известных играх. Ислы, Титаны, Бермуда с первым запуском игры. Будет введен Циратозавр, Проциратозавр, Стега Церас, Дакота Раптор, Анзу, Музавр. Ну, короче говоря, это интересно. Будут и хищники, и травоядные. Небольшие хотя, но люди смогут посмотреть баланс и прочее. Фишка этой игры, как сказали, будет еще и тем, что в игре будет большое количество ботов. Никаких-то маленьких существ, что мы привыкли видеть в том же Айле. Да и остров, сама карта будет большой, сколько квадратных километров, пока не уточняется в игровом смысле. Но будут реки, озера, густые леса и прибрежный океан. Будут водные, сухопутные динозавры. Искусственный интеллект. Да. Также, вот тут уже очень даже для меня стало интересно, и мой мозг немножко офигел. Лор игры будет очень закрученным. Вот вы все жалуетесь там, да, вот люди в The Isle и прочее. Да, блин, для чего они нужны? Хм. Ну, давай я тебе скажу, что тут будут инопланетяне. Да, игровые персонажи. Ну, как тебе? Честно, я в шоке. Не, не те самые Грейгуманоиды и Легко... Или... Как их там, короче? Свои персонажи, люди. Как те же наемники в Исле. Если что, это на полном серьезе. Пока по первой инфе. Что я смог откопать. Что хочется еще сказать сразу. Многие видели уже достаточно много проектов, которые загибались на ранних этапах. А лично, конечно, желаю этому проекту развития. Получится у них там или нет, пока судить строго. Стоит отталкиваться от той инфы, что я сейчас предоставил. И будет ли что-то новое в будущем? Не забьют ли они или сами себя потом обосрут? Да, совсем забыл. Вот еще, что будет в игре. Так сказать, как опять фишка, отделяющая другие игры от других известных про динозавров. Голосовой чат. Да, не глобал, как все привыкли. А голосовой. Ты сможешь общаться просто с другими видами. Через тот же микрофон на определенную клавишу. На своей клаве подошел, типа, к своему виду. Что-то пробазарил, он ответил. Может, дико, конечно. Но тут не поспорить с теми, кто ведет разработку этой игры. Ну, короче, как-то так. Пиши в комментах, что думаешь, есть ли будущее у этой игры. И вообще, сможет ли она выйти хотя бы в Steam. С одной стороны, по первой информации, это бредовая идея. Но с другой стороны, это, знаете, по моему мнению, это что-то между Титанами и, наверное, Бермудой. Скажем так, да. В общем, палец вверх. Понравилось, не понравилось. Лайк, дизлайк, подписка и колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Все. Удачи. До встречи.